Традиционно еженедельную планерку главы муниципалитета открывает вопрос работы в системе добродел и в соцсетях. За последнее время удалось добиться нулевого показателя в просрочках. Теперь перед чиновниками стоит новая задача научиться не только качественно давать ответ на обращение жителей, но и своевременно устранять все неисправности. И теперь наши все усилия сконцентрированы направлены на то, чтобы повысить качество ответов и решать проблемы вовремя и в срок, который мы обозначаем нашим жителям. Мониторинг соцсетей ведется по наиболее активным ресурсам. Здесь еще видны западания. Не все поселения четко справляются с поставленной задачей. Ответ на комментарии жители порой ждут часами. Среднее время ответа на комментарии по поселению, то есть в принципе все вписываются в норматив три часа. Но есть там явные лидеры Кубенко, Голицына, Ново-Ивановская, Везема, которые за считанные минуты, можно сказать, реагируют на обращение. Но надо сказать, что и количество там не такое значительное. На совещание особое внимание было уделено программе губернатора «Светлый город». В рамках приоритетного проекта будет проведено строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения на территории Одинцовского района. В том числе установлены умные опоры с интегрированной зарядкой для электротранспорта. Программа «Светлый город» на территории Московской области также реализуется у нас не первый год. В этом году у нас планируется установка в Кубинке 155 светильников, в Горском 65 светильников, в Захаровском 69 светильников. Все работы ведутся силами поселений. В режиме установки до 30 декабря все поселения должны зажечься светильниками. По Одинцову у нас также предусмотрено 34 светильника, это 6 дворовых территорий, которые были предусмотрены в рамках комплексного благоустройства, на которых установлены губернаторские площадки. В этом году за счет областного и районного бюджета отремонтировано более 25 километров автомобильных дорог в поселениях муниципалитета. На выполнение работ по ремонту на сегодняшний день израсходов более полумиллиарда рублей. И таким образом мы с вами отремонтировали порядка 18 процентов от всей площади автомобильных дорог. На совещании был представлен подробный отчет о выполненных объектах и озвучены планы на ближайший месяц. Вторая волна по восстановлению дорожного полотна с привлечением субсидий уже началась. Планируется дополнительно отремонтировать еще 21 километр. Действительно колоссальный объем работ, особенно по этому дому, который проводится с силами Дорко-обстроя. И большая помощь и поддержка стороны правительства Московской области. Я так понимаю, что мы до 15 октября все ремонтные работы по дорогам в нашем районе закончили. До 30 сентября будут полностью завершены все работы по благоустройству территорий муниципальных образований. Полностью преобразятся дворы, улицы, общественные пространства, тротуары. Те объекты, которые вошли в программу по реконструкции и капитальному ремонту. По программе финальная сдача этих работ стояла 30 сентября. У нас, по сути, осталось 4 дня до завершения этих работ. И пока мы видим, что на 10 объектах еще 100% готовности нет. 4 в Одинцово, 2 двора в Голицыно и по одному больших веземок в Барвихинском, Захаровском и Успенском поселениях. Сегодня мы постараемся понять, что поселение укладывается в срок до 30-го числа. Если какие-то проблемы, какая нужна помощь, прошу главу тоже не отмалчиваться, говорить об этом прямо. Сегодня постараемся найти все решения, чтобы не сорвать эту программу. Практически все поселения идут четко по графику. Есть небольшие западания по срокам. Но главы заверили, что все объекты будут сданы вовремя. В завершении планерки Андрей Иванов поблагодарил всех руководителей поселения за четкую и слаженную работу и активное участие в областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Одинцовский район по праву считается экологическим каркасом Подмосковья и терять это звание не намерен.